Представители Москвы и Минска обсудили двусторонние отношения. Сейчас будут вести переговоры, пытаться Лукашенко спасти. Понятно, что будут какие-то свои цели преследовать. И цели ясные. Очень ясная цель у Путина. МИД России отметили внешнее давление на власти Белоруссии. Машка Захарова и все там отметили. Так давят. Представляете, внешнее давление. То есть, там людей убивают, засовывают в эти фабрики какие-то брошенные, в заброшенные спортзалы загоняют. То есть, хуже, чем в Чили при Пиночете. А там давление с запада оказывается, оказывается, оказывается. Вот, Скрипицкий такую картину страшную нарисовал. Но она, вы знаете, не только эмоциональна. Но и вот при помощи художественной формы передает состояние Лукашенко. Я уверен, что найден портрет. Это сейчас портрет его, так сказать, духа. Сегодня обсуждения были. Мне задавали вопросы, что может быть с Лукашенко. Ну, могут его просто схватить и расстрелять. Как Чаушеску. Представьте, какая прелесть. Масса людей, которые вокруг него, в том числе и Вова Путин, которые хотели бы этого. Потому что тогда многие вещи можно повесить на Лукашенко. Раз, чип-пух, убили все. Нет, Лукашенко, как Чаушеску. Народ радуется. Никто ничего не узнает. Никогда. Все эти полицаи, которые рассказывают, как там надо родину любить. Да, все эти полицаи, они могут на него все перекинуть. Рейтерс узнал о планах ЕС ввести санкции против Минска до конца августа. Ну, какие санкции они ведут? Да, там перестанут белорусов куда-то пускать. Народ восстал. И сейчас народ за это накажут. Безумцы. Совершенные безумцы. Не так надо бороться с режимом Лукашенко. Народ там уже победил. За что наказывать народ? Пишут по поводу, на каком этапе находится Белоруссия. Ну, смотря, о чем вы имеете в виду. Вот я думаю, что Лукашенко оставил Белоруссию в начале 90-х. Мы сегодня об этом говорили. И это прелестно, потому что белорусы знают будущее. Они знают, что было в 2000-х и так далее. То есть, у них сейчас государственные предприятия. У них сейчас все нормально. То есть, это начало 90-х годов. Им достаточно избавиться от диктатора и не подпускать близко Чубайсов, Ротенбергов, Яцунюков. Близко не подпускать на пушечный выстрел. И все будет в порядке. Самое простое, исходить с того постулата, что нужно избирать честного человека куда угодно. И сейчас информационный мир, и очень внимательно за ним надзирать. Я не говорю про должность президента. Нет, даже на более мелкие должности. И надзирать, и в случае чего иметь механизм его катапультирования мгновенно. Но мы поговорим об этом на следующей неделе. Я готов развернуто, так сказать, рассказать. Поскольку выждем эти выходные и посмотрим, что будет.